ну что ребята это первый снег через лес хочу сразу извиниться так что заваривать на русском языке потому что мой как бы родной язык считается польский ну как бы технически у меня мы жили во львове говорили на украинском на русском языке я только помню что учили в советском союзе время так что извините сразу прошу извинения стараюсь развивать этот язык русский чтобы общаться с зрителями сейчас мы едем короткой дорогой через лес будет немножко скользко покрытие потому что тут снегоуборная машина не ездит ну тут короче дорога в Жешев есть немножко скользко постараюсь легонько доехать что я хотел вам сказать ребятам это вообще-то начинаю я свой канал влог я пробую хочу поделиться вам поделиться вам с разными своими ощущениями о жизни в Польше как Польше выглядит живу я на подкарпатское воеводство город Жашев и возле Жашева горах как раз я еду на работу у меня есть свой небольшой ресторан который назвал Старый Львов так я из-за Львова половину своей жизни во Львове я теперь живу в Польше для меня Польша это родная родная страна я всегда жил во Львове смотрел телевидение польское с малых лет так и воспитывала моя бабушка полька ну сейчас скажу вам одну вещь что мы едем через лес очень красивые тут виды тут я в лесе есть 5 таких лесных озер которые ловлю рыбу взбираю грибы много есть тут зверей сармы это косули или как это было на русском кабаны дикие даже волки есть это такая капличка охотники куколовецки так называются охотники тут смотрят за этой капличкой не раз идут вырубки здесь старые деревья они вырубают потом осаживают новые деревья как раз тут с правой стороны два стола тут лебеди живут сейчас будет видно тут покажу вот один стал там второй стал лес лес вот за закладу так что природа здесь очень красивая ухоженная люди здесь как ловят рыбу за собой и тут даже есть табличка что надо делать информация здесь как люди на рыбу приходят либо в лес они за собой убирают еще барбекю шашлыки колбаски все чистенько по дороге мы другую фазенду сейчас мы едем другой дороги еще будут три става озерки лесные такие тут много бобров раз выбегают они они природа очень красивая это все 25 30 км от Жешево Жешево это город но как бы считается на востоке Польши как бы восточно в восточный юг как бы так у нас погода есть очень хорошая здесь сейчас уже 29 декабря и только снег выпал и только климат тут очень хороший как на Украине на Закарпате до Львова отсюда 155 километров но в Львове уже больше снегу больше влажности больше вот тут начинается сейчас вам покажу он с этой стороны снова будет встал один этот лес и вот эти хозяйства рыбные когда-то были вот и развязали вот граф Мотоцкому еще покажем есть колейки и все суры кулуи вообще как гора Карпата сейчас зацеплю опять вот вот принадлежали эти этот лес и вот эти все резера лесные ставы это было все графу Потоцкому тот же самому Потоцкому который имел свои замки и во Львове и Почаеве на Украине теперь когда-то это была Польша Орел взлетел надо мной взлетит так что теперь это можем мы этим всем Львове Уже говорил простите мне если я некоторые слова не могу вспомнить что мало я разговарив на русском в основном это поиски украинский язык вот видите какая здесь природа там есть такие места на шашлыки часто жарим шашлык два места сейчас покажу там очень прикольные мы тут приезжаем на шашлык вообще-то все в Польше сделано для людей дороги чисто там выкошенные ровы трава отсюда это нету никаких отбросов бумаг люди они в Польше как бы думают о своей стране о своей природе они не выбросят ни бумажки очень здесь они любят свою страну патриоты своей страны и это очень хорошо потому что за такое короткое время они подняли Польшу экономика Польши постоянно развивается люди строят новые дома дороги возле домов и это где бы ты ни поехал не только в городе но и за городом всюду есть асфальтированные дороги тротуары выложены рукивкой косткой очень очень вот видите как вот тротуары это все мы находимся за городом и это всюду где бы ни поехал они всюду так каждую себе стараются отновить отновить даже вот автобус рейсовый приехал смотрите новые автобусы с интернетом с юсб зарядками все как для людей сейчас тут прямо это на ланцут а тут влево мы сворачиваем ножашек это не главные дороги это второстепенные дороги но все дороги очень красивые отновенные экономика больше после солидарности как они начали сделать реформу вышли из-под контроля советского союза это называли шоковая терапия Марсиловича еще ни разу в Польше не было дефолта либо чтобы экономика была на нулю всегда идет показатели вверх даже удивительно что такие страны вот был звонок от жены перерывал теперь снова могу вам рассказывать так что экономика Польши развивается и даже такие страны западные западные европы как Греция и Португалия Греция несколько раз она была дефолт у это все видел и слышал по радио даже помню как в 2000 году перед вступлением европей фильмы смотреть домовые дали взятку вот так он дал ключи от своей машины ему там в багажник эти студенты поставили когда он выходил с работы понятые уже стояли все садиться не подошли все было зафиксовано так что много тут было таких ситуаций много таможенников пересадили я еще помню как мы ездили на границе давали взятки за таксфриз за все чтобы они не вытаскивали не смотрели этого уже практически нету так же само от полиции уже никто взятки здесь не дает а тем более где бы то ни пошел каждые учреждения государственные тут нету этого на почтах суда где бы то было поликлиника почта все нету что кто-то богатый может пройти без очереди кто-то как на Украине я думаю в России так на постсоветском пространстве кто крутой кто имеет деньги он все порешает тут такого нету тут даже если машина едут в городе есть пробки какая бы машина не была крутая порш мерседес кубик все стоят в очереди никто никого не обижает нету этого хамства как у нас в постсоветском пространстве если ты едешь на крутой машине тебе уже кто-то обматерить тут законы работы очень прекрасно тут свобода и как бы твоя личность охранена ты имеешь права ты не можешь себе позволить то что на постсоветском пространстве могут обзывать он на крутой машине этого нету или кто-то хочет пойти без очереди может он круто одет тут такого нету тут нету кто круто одет кто на крутой машине или крутой дом тут законы для всех равны и это очень хорошо тут человек чувствует через большим через маленьким достатком тут нету такого ты не чувствуешь себя такого такой дискриминации вот я некоторый раз приезжаю во Львов хотя во Львове западная Украина она тоже как бы культурная считается социалой Украины и советского пространства но все равно я это уже этот постсоветский синдром там еще присутствует и кто едет на крутой машине или где-то надо пойти что-то в учреждение государством что-то решить там это все еще присутствует вот эти все звонки знакомства очередя люди постоянно на почтах в поликлиниках постоянно там крик шум пенсионеры кричат на почте в поликлинике тут такого нету здесь недаром говорят что в Польше они воспитанные люди это называли шляхетные по польску по украинску говорят шляхетные шляхты что были богатые воспитанные умные с высшим образованием ну и этого здесь нету кто-то такого не увидишь чтобы люди на автобусной остановке либо на почте либо поликлинике чтобы был крик шум кто-то спорил кто-то зашел без очереди это все здесь отсутствует тут нету этого тут все все люди идут по записи на почте берешь карточку все спокойно здесь люди доброжелательные один к одному они знают тебя или не знают тут так принято они все приходят говорят джин добрый здравствуйте идут знают тебя или не знают нету нету значения выходят до свидания доведение в лифте заходят знают не знают день добрый выходит доведение так что вот это есть очень такой эксперт прикольный хороший но сначала даже мы переехали жить сюда в 2000 году в 2010 мы уже начали на постоянной основе жить так так тут попросту для нас это было очень очень эта культура нас поражала мы не могли никак этому привыкнуть теперь это уже норма мы как приезжаем в Украину во Львов для нас это не норма как люди ссорятся что-то пойти ну совсем другая жизнь и тут очень близко недалеко если брать Жашево к Львову 155 километров ну совсем другая жизнь сейчас мы выезжаем с Жашево с такой видоковой горы где Жашево будет на низу все будет просматриваться вечером очень красиво здесь Жашево с горы как он светится сейчас в день это не так видно еще даже снег выпал немножко погода такая пасмурная что могу вам сказать о Жашево Жашево это уже говорил под Карпатское воеводство это областной центр когда-то он был перемышлен потом перенесли перенесли это сюда в Жашево сам Жашево был очень маленький вот как рынок говорят у нас в Украине площадь рынок здесь просто рынок маленький у нас здесь такой город Несер был теперь Жавка ну это тоже самое как Жавка городок маленькие городишки я тоже был уже наверное где-то был может когда-то 50 или даже меньше тысяч теперь он уже имеет 220 тысяч населения очень развивается как перенесли воеводство с перемышля сюда пока мы начали инвестировать сюда много денег в этот Жашево много здесь работ фабрик под шеи с фабрики Зальмер теперь уже Бош выкупил много на Украине постсоветском пространстве как думает слышат Зальмер они думают что это немецкий продукт не это конкретно польский город Жашево и Зальмер теперь уже как бы Бош его выкупил потом есть самолеты двигатели до реактивных самолетов делают это американско-канадская фирма для боингов и другие такие Сикорский тоже здесь есть перенесли Сикорского тоже фабрика будет много работ много айтишников здесь работает вот как в Таллине в Эстонии говорят что много айтишников и и и только и с и 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 кто за Англией, кто еще в каких-то азиатских, арабских стран молодые работают найти, они здесь либо покупают, либо снимают и живут. Здесь, как взять в Европе, уже очень красиво и все очень хорошая инфраструктура, магазины и все. И очень, если сравнить с Западной Европой, очень здесь дешево, но зарабатывают они практически как по меркам западных капиталистических стран. Так что им лучше здесь жить, здесь тратить, вот тут дешевле. Так что уже спокойнее здесь жить, тут нету этого всего, у нас нету таких каких-то, как в Западной Европе стычек. Спокойный такой город, который развивается на глазах, новые просто районы, новые оседлах. Оседла это районы. Сейчас я подъезжаю к Макро. Это такой магазин, который на Украине есть метро. Это для предпринимателей, которые покупают, имеют свои карточки, те, кто имеет фирмы простые. Люди, которые не имеют фирмы, не могут здесь покупать. Вот что самое интересное, что люди с Украины и России, которые есть иностранцы, могут там покупать, но поляки должны... Эти поляки могут покупать, которые имеют предпринимательскую деятельность. Сейчас я туда еду небольшой закуп товара к своему ресторану. Потом буду вам все подробнее рассказывать. Я уже вспоминал, что я только что начинаю вещать. Это мой первый влог на русском языке. Так что извините за мой корявый язык. Так я уже вспоминал, что для меня русский язык... Я не общался. В роду это польский и украинский. Хочу сказать, что больше здесь я подучил... Вы уже в Польше русский язык. Так много приходят русскоязычных украинцев, россиян, белорусов. В ресторан, так я с ним общаюсь. И другое, что у меня работа из Донецка. Елена, повар, так я с ней постоянно на русском языке. И так я отточил немножко этот русский язык. А так я говорю, что с детства у меня был украинский и польский. Так я уже говорил со Львова. Сейчас я прервусь с вами. Потом снова выйду. На разы пока. Ну что, мы сделали закупку макро. Теперь я еду сейчас и буду выгружать это в свою машину. Это немножко расскажу вам, почему хорошо как бы эмигрировать в Польшу. Почему Польша как бы считается теперь хорошая страна для проживания как раз для эмиграции. Не как приехать на заработки, только как на приехать эмигрировать. Это это выгружу свою машину. Это все закуплю. Немного у меня там есть. И потом буду дальше с вами пока к ресторану подъеду, буду вам дали вещать. Вот это вот такое под накрытием. Есть площадка такая. На закупку вот это. Люди приезжают. Это фирма после рождественских праздников. И вот здесь. Это уже так вжашили. Сейчас я загружу и снова включуся к вам. Ну привет. Снова я включился. В макро сел уже. Загрузил машину. И вот люблю пить вот такой йогурт. Там разные есть. Малина, клубника. Сейчас взял киви. Очень полезно на желудок. Сейчас переключу. Буду ехать. Я тут говорил, что вам расскажу, почему хорошо мигрировать к Польшу, но не приезжать на заработки. Сейчас переключу камеру. Пока попью, включится этого йогурта с киви. Какое-то радио включу. Немножко что-то играло. Очень вкусно этот йогурт. Перед нами, вот я стою сейчас на остановке Макро, да, на паркинге Макро. А перед нами это профамилия. Это очень хорошая их больница, где у меня родился сын Даниль. Я был в Америке с моей сестрой. Там больницы так сделаны. Хорошо. Телевизоры, туалеты. В каждой палате по две особи. Больше не лежали. Плазмовые телевизоры, туалет, душ. Подвесные потолки. Очень хорошо обделаны. Больница просто. Это она, как бы, не знаю, как по-русски сказать, приватная. Да. Ну, НФУЗ. Такой народовый фундаш здоровья. Который, кто работает, обеспечивает себя страховым полисом. Мы имеем там право лечиться и роды принимать. Ну, это народовый фундаш здоровья. Ну, сюда приезжают украинцы, украинки рожать специально. Даже платят 5,5-6 тысяч злотых, чтобы здесь родить. Даже им выгоднее, чем на Украине. Не знаю почему. Может, чтобы документ был, что родила в Польше, в Европе. Не знаю. Хорошо. Едем. Буду пить и рассказывать. Этот йогурт. Почему я сказал, что в Польшу хорошо приезжать постоянно на миграцию? Ну, на заработки, конечно, с другими странами Европы. или там Америки, или Норвегии, где можно заработать те деньги, которые, например, Англия или доллар. Доллары, они будут, как бы, эквивалентом больше, как поменять в Украине, в России. Да, ну, это те тоже самые деньги, например, если заработать, там, два тысячи долларов, или там, две тысячи фунтов, или две тысячи, там, не знаю, злотых. Если вы приедете, поменяете эти деньги в этом, в Украине, в России, в Белоруссии или где-то, там, будет по злотому поменьше. Ну, почему лучше сюда приезжать на миграцию? Потому что здесь тоже самое Европа, да, все сделано хорошо. Дороги, дома, нету коррупции, нету ничего плохого. Получите документы Польши, автоматически, как вы стоите резидентом Польши, а еще получите гражданство Польши, это то же самое, что Европа и всей планеты. Мы своим паспортом польским можем ездить сюда, без разницы, по всей Европе, Америке, Австралии, Канаде. Куда в Европе, то я могу жить в каждой стране, куда я бы захотел переехать жить. Ну, у нас, как бы, привычка такая осталась с Украины, да, еще, может, с советского прошлого, что Польша, это не заграница, курица не птица, Польша не заграница. Но это все уже не так, потому что все изменилось много, все прошло, и Польша стала уже полноценной западной страной, которая очень красивая и все. Ну, при этом, все, тут очень дешевые цены на жизнь. Этот комфорт, это все, что это здесь Европа, что вы здесь живете, сюда можете спокойно ездить по другим странам, жить без коррупции, получить кредит и жить. Ну, например, недвижимость, вы, если купите квартиру в Польше или дом, да, стоит на 250 до 350, такой средней квартиры в Польше, да, так взять в Германии или Европе или в Америке, это уже будет стоить, там, не знаю, полмиллиона долларов, фунтов или евро, это как наличкой платить. То же самое дом, если дом вы можете самый такой простой, даже новый, девелоперский купить, там, от 100 тысяч долларов в Европе или в Америке, или это все, почему начнется с 250-300 тысяч долларов, фунтов или евро, это, ну, жизнь та же самая красивая, ухоженная, облагороженная, медицина, социальный пакет, здесь все на высшем уровне. Так что, если приезжать сюда, жить на эмиграцию постоянную, это очень хорошо. Ну, если приезжать на заработки, конечно, на эквиваленте, если вы поменяете своих стран, столько не будет, как вы будете ожидать. Ну, а если вот так брать на жизнь, например, на постоянное место, приехать сюда, ну, так лучше здесь, потому что близко, как бы там не было, например, к Украине, всегда ближе, не будет так много, стоит приехать всегда домой, как бы там, где вы жили на Украине, всегда можете приехать к близким, навестить на свадьбу, на похороны, как бы на какие-то там иные моменты жизни, или отведать своих родителей, это близко. Ну, никто не может себе просто привыкнуть, что вот так возле бывшего Советского Союза, возле Украины, Белоруссии, Россия чуть подальше, ну, тоже, как бы, там, Калининград и Россия, что Польша так могла измениться. Польша очень изменилась в плане этого, и, как говорил, уже вспоминал, что экономика никогда не сдавала сбои, всегда была на высоте, и, например, они даже не хотят поляки, чтобы вводить евро, валюту, они хотят, чем дольше, чтобы были злотые, потому что, например, есть, там, Эстония, Литва, да, они ввели евро, так само и Словакия. Они не имеют лучшую жизнь, чем Польша, но у них все стало дороже. Польша, за счет, что они имеют свое злотый, у них цены дешевле. Тут, можно сказать, некоторые цены на еду даже, может, в какой-то мере дешевле, чем в России и в Украине. Смотря на то, что, может, алкоголь и еще сигареты там дешевле. А так продукты практически дешевле в Польше, чем на Украине, это точно. Так само недвижимость в Польше, хотя большой опыт, из Украины людей много переезжает. По целой Польши покупают недвижимость, цены выросли. Вот, как я сюда переезжал и покупал в 2003 году недвижимость, да, тогда цены были тут дешевле, а на Украине были очень дороже. А теперь все поменялось. То, что они вошли в Евросоюз в 2004 году, цены начали взрастать, а Украина, что не попала в Евросоюз, наоборот, с этой войной, на Украине цены начали, там упал рынок недвижимости, а тут поднялся. Даже при этом, что тут поднялся, тут еще все равно, если взять по всей Европе, тут будет дешевле недвижимость, что с квартир или с домов здесь в Польше будет. Ну, как бы уже повторялся, все равно уровень жизни тут не хуже, чем в Англии, в Америке, в Франции. Потому что, если брать, как едешь, выглядит Польша, какие дома построены, какие дороги, инфраструктура ухожена, какие магазины, супермаркеты. Это уже нету разницы между Англией и Америкой, или Австралией, или западными странами. Это уже, даже они приезжают, говорят, что в Польше, в этих странах, в Восточной Европе, как бы все новое построилось недавно, а там уже, как бы, было это давно, в Америке, в Англии, там уже, оно уже, как бы, постарело, да, и всегда, всегда перестраивает, всегда это уже тяжелее. И вот мы приезжаем в Восточную Германию, едем, да, в Испанию, на моря, то мы видим, что Восточная Германия новая, а там Западная уже, как бы, постарела, потому что они новую начали строить, а там-то уже, как бы, немножко подустала. Так само взять, например, Испанию, да, Испания лучше выглядит от той же Франции, потому что тоже вошла в Европу позже, там Португалия, они лучше выглядят. Так само и Польша, в Польше, если взять этих всех Восточных Европ, я уже вспоминал, она умела, умела инвестиции, вот эти, которые в Польшу влияли, и в Западную Европу, она умела это вложила в дороги, в медицину, в учреждения, в закуп транспорта, в обновлении автострад, в обновлении железной дороги. И сюда, в Польше, как, например, мы же когда-то вам покажем, сюда таблички, профинансированные в Унии Европейской. Польша с этих Восточных стран Европы наибольшим умело это заинвестировала. И потому я говорю, как на переезд сюда, как спокойно приехать, получить работу, выработать себе карту резидента, карту побыту, потом сделать гражданство, взять кредит и спокойно себе жить, сплачивать этот кредит, потому что кредит на квартиру или на дом будет меньше, чем в Западной Европе, Германии, Америке, Англии, Австралии или Норвегии. Так что зачем ехать так далеко в страны какие-то западные по расстоянию от Украины или там других, в Белоруссии, в России, дальше будет, но нету смысла так далеко ехать. Ну и что с того, что вы переехали там, если там тяжелее, дороже квартиры, дороже дома, за эквивалентом вы будете как бы еще в минусы, потому что там вы будете иметь те же 2000 долларов или фунтов, или евро, а тут будете иметь 2000 злотых, ну, например, на человека, да, останется вам. Ну, здесь будет квартира дешевле и еда дешевле. Так что тут даже на одно выйдет, даже может еще лучше будет, чем там, например, ехать. И по менталитету поляки славяне, они тоже, как украинцы, россияне, умеют себе хорошо и поработать, хорошо отдохнуть, и у них нету, как вот в Америке или в западных странах, что по звонку должен приехать, тут приезжаешь без звонка, идешь нормально, встречаешься. Тут нету разницы, как живешь в Америке, ищешь свою эмиграцию. Тут можешь себе спокойно с поляками, себе нормально дружить, отдыхать, встречаться, грилевать. Так что тут нету такой, что скучно здесь, как, вот я был с сестрой в Америке, там с американцами коренным это не подружишь. Мы же и другой менталитет. Тут поляки, они имеют тот же самый менталитет, как мы славянские. Здесь не скучно жесть, тут весь, ну, настроение к жизни тут другое, чем в западных капиталистических странах. Ну, и другое, что здесь они расстояние не давят на голову. Близко можно себе всегда приехать в Украину и ответить своих близких. Сейчас я должен заехать на вокзал 6-7-8 едем на рождественные праздники на Украину. Жене, родственникам жены, сейчас должен пойти купить билеты, потому что там билеты потом уже, сейчас 29 декабря потом могу не купить. Надо идти заранее купить билеты, то есть железнодорожный вокзал. Вот, сейчас его перестраивают, будет подземный. Это можете посмотреть, как у них тоже профинансировано, тоже Европой, электрические автобусы местные подъезжают на конечную. И вот выпускаются с потолка такие зарядные устройства, пока он стоит, заряжает и снова едет электрически. Так что, такие дела. Сейчас пойду, узнаю о билетах. Во Львов едем поездом, тоже комфортовым. Интернет, сюда 2-2,5 часа. Хорошо, что таможенники и пограничники подчас движения все билеты, не билеты, паспорта. Так что, за 2,5 часа я уже во Львове. Ну, пойду, узнаю, потом включусь. Ну, привет снова. Вышел я с этого, из рылка по-русски, по поиску дворца Кольевего. С железнодорожного вокзала. Вышел купил нашу с 6-го 4 билета с женой и с детьми. Едем на праздники рождественские. На Украину. Родственникам на могилке. Хорошо, что есть. В Польше разница 2 недели с праздниками рождественскими. Тут себе отдохнешь, потом поедешь на Украину. И там отдохнешь. С родственниками повидайся. Такая ситуация. Еще должен заехать еще один такой магазинчик. Маленький Бедронка. Там некоторые сделать закупы. И потом уже поедут на работу к себе в ресторан. Бедронка это такой маленький супермаркет. Там практически дешево. Вот Бедронка и Лидл в Жашеве это такие самые дешевые магазины по продуктах, по всяким принадлежностям бытовых домов. Всякая химия там. Вот Лидл и Бедронка. Я покупаю к ресторану товары в разных магазинах, супермаркетах. Большую часть это в Макро. Потом вот такие Бедронки, Лидл. Еще некоторые. В каждом магазине Би-1 еще есть магазин такой. В каждом магазине есть что-то своего дешевле, что-то свое лучшее качество. Но также разница есть. Сейчас еще вам переключусь, чтобы вы видели Жашев, как он выглядит. Включил вам Жашев. Это практически центр. Проехали возле областной администрации Ужендово-Ивудскега. Где все документы иммиграционные делал. Тут у нас по правой стороне галария Жашев. Такой большой магазин. Как в Америке сестра говорит мол, молы. Тут галарии говорят. Галария Жашев. Она стоит на перекрестке дорог. Вот вправо это на Варшаву, на Люблин. Прямо на запад на Краков. Влево на юг это Крастенко. На Словакию, в горы. Ну, соответственно, назад это на Восток, на Украину. Вот. В этом магазине в большом галарии Жашев есть и отель. Вон там видно отель. Все, что можно, только кинотеатры. Три этажа, чуть ли не четыре. Все фассвуды. Все, что только можно там покупать. Я вам скажу, что такие брендовые фирмы, очень дешевые и цены. Вообще-то, польское качество тоже хорошее. Очень хорошо умеют делать они свой трикотаж. И вообще, все, что одеваемся, это практически все с галарии Жашев. Вот. Тут вот такой сейчас в мост проедем. А там, если по левой стороне, мой ресторан. Потом вам покажу. Но сейчас приедем на западную часть города. Это улица, на улице Краковской. Потом там будет ронда по-польскому. Это на кругу. Ронда это круг. На котором вот едем вправо на северную часть. Там будет этот, на улице Бедронка. А если проехать дальше по кругу, так вот просто там в галарии Новый Свят. Так что много строится домов в Жашеве. Очень ухоженные вот. Остановки такие, видите, закрываются. Летом на них стоят кондиционеры. Тоже очень прикольно. Говорят, что в остановке там в Арабских Эмиратах стоят кондиционеры. Но в Жашеве тоже стоят кондиционеры. Зимой греют. Засцекленные остановки. Ну и всюду. Но есть часть в Жашеве, которая застекленная. И летом кондиционируют. Зимой немножко прогревает. Но не все. Есть сейчас, в которой есть такие остановки. Сейчас мы повернули. Там кауфлянд есть. Дальше очень тоже хороший магазин. По-моему, сейчас в Бедроночку надо заехать. Большие закупы сделать. Сейчас мы заедем. Закупимся. Вот поляк поднес руку. Поблагодарил, что я подождал, пока он выезжал. Зад сдавал. Это норма. Они очень воспитанные люди. У них практически нету такого, чтобы какие-то крики все ковали. Они что-то там. Всегда это делается спокойно. Вот, в Бедроночке. Вот этот магазин. Вот Бедронка. Тут очень много студентов с России, с Украины, с Казахстана. Так что иду сейчас туда. Вот, тележка осталась для меня. Ну, там иду. Такая вот эта Бедронка. Что я должен взять. Пару лимонов сейчас возьму. Пару помидоров. Хлеб. Туда огурцы, помидоры. И надо снова посмотреть, что здесь есть. Вот лопатка. Видите, какая цена. 12,99. Была 15,89. Кто имеет карточку Бедроновскую. Так покупает по 12,99. А нам надо... Каркувку. Каркувку. А каркувки это нету. Каркувки нету. только лопатка так и все надо посмотреть кости 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 порцию рассловывать Схаб 17.99 и 11.99 очень дешево сейчас я тоже возьму этот Схаб это Схаба есть потом смотрю или кости есть костей нету это надо поехать в био 1 по кости но Схаб надо взять это очень дешевая цена сейчас я дорогие выключу чтобы я это все набрал потом снова включу спасибо на разы то что выезжаю с этой бедронки с закупок мне время не заняло много людей после праздников затариваются наверное поседали тут в Польше не так как на Украине много людей не затариваются только так чтобы на праздники нету таких запасов как на Украине люди готовятся что столы ломятся тут все немножко тут все люди просчитываются наперед платят квартиры всякие кредиты так не так как на Украине праздником свиньи режут там все сало коптят это еще есть так некоторых местах в деревнях здесь еще так могут делать ну мало очень мало еще немножко так уже тут как и в Америке будет только в магазине накупили и все вот так что это еще осталось на Украине что люди на праздники там свиньи режут я тоже ездил помогал тестю свиньи резали солили сало теперь понемножку берем привозим себе собрать первый раз в жизни свинью резал и солил сало это было для меня вообще первый раз в жизни хотя в детстве я помню как дедушка это постоянно делал и память осталась но физически этого никогда не делал потому что как бы не было мне до этого а теперь приехал к тесту и помогал конечно его сосед помогал лампой паяльной смолили потом разбирали я жена поразбирала я больше сала солил и трехлитровые слои просто контами складывал а теперь уже засолилось берем по кусочку вообще-то в Польше нельзя мясо привозить а мы всегда немножко маленький кусочек в Польше нету такого большого сала как на Украине такое большое что свиньи тут кормят всякими пашами такими свинья растет за три месяца она практически не может нарастить вот это сало а в Украине свинья кормится практически год за год сало наращивается и для того украинское сало большое еще оно мягкое у нас а тут практически они сало не едят они едят смалец смальчик топленый скварками вот это они едят а сало они не едят хотя если так разобраться то сало оно как бы сырое да оно посоленное и ничего оно не перетопленное оно уже как сало перетапливается да проходит карцерогенный процесс оно тогда с доброго холестерола переходит недобрый холестерол ну уже вот смалец скварками шкварками он уже как бы не очень полезный а вот самое сырое сало просто посоленное да оно сырое оно сберегает все свои качества витамины и в сыром сале есть такие витамины которые они как бы и сердце мясо сердца оно восстанавливает и аминовые кислоты которые лучше как бы охраняют клетки человеческие от напада этих раковых вот мы приехали к моему ресторану уже вот ресторан старый львов не видно немножко вот там хорошо разве отключимся потом еще вам будем разговаривать вот еще мы поехали еще в один магазин то что я вам говорил биодим называется после вот этих всех выходных рождественских праздников должен скупиться в ресторан вот вот еду сейчас вот еще некоторые кости и мясо должен еще тут купить вот такой биодин дальше вам там нельзя показываю только так немножко покажу я не разрушаю снимать в магазинах сейчас по розественских праздниках будет Новый Год вот видите даже в Польше марка светская игристая марка осталась и теперь уже Польша в Европе но все равно остался тут еще бренд что шампанское это кремлевское игриское это мне кажется это польские фирмы только они делают под назвы которые остались чтобы это дальше как бы помнилось как бы когда-то как были все вместе и были вот эти бренды вот видите как бы там не было уже Европу но дальше шампанское должно быть и в Европе советское игристое это понятно это коньяки вражды вискари вот это мы пришли в B1 я сейчас иду по своим точкам что надо купить вот каждый раз все меняется в зону вот рождественской распродажи теперь новогодние будут у нас больше как на праздники так цены и на продукты и на товары на одежду всегда цены обниживаются в Украине это наоборот все поднимается там тут украинцы приезжают затариваться в Польшу но тут дешевле будет между украине на праздники там сейчас на границе очередь сумма с отца до этого мы с женой с детьми поездом сели в поезд ж доехали во львов себе культурно поезд хороший интер сити в очереди на границу надо встать целую сутки разной копчемости они сделают вот свою колбасу саке вот здесь тоже всякие курица тут коптят выбор копченостей в Польше это большой если взять я и в Америке был сестры четыре с половиной года и по Европе ездил то что в Польше рыба копченостей разных так это нигде в странах нету тоже что есть тут ну что сделали некоторые закупы там пиво львовское с 11-15 шампанское советское игристое так нырки почки это на солянку мы даем кости вверху в ковре шейное на мавар на нашу еду в ресторане с сахар ну и львовское пиво оболон в 7-15 львовское пиво и там портер львовское это уже это уже напоминаю что это были закупы сделаны после больших выходных или три дня выходных можем сейчас ну что это я сказал после рождественских пару дней мы не работали много насбиралось закупов и вот во всех магазинах езжу страдаю эти закупы практически сегодня за барной стойки даже не был уже пришел парень марок будет сейчас работать я еще в один магазин заеду еще там покуплю как уже говорил и пиво купил морское и шампанское игристое купил так что как бы все уже скупил еще должен поехать на всему кролику баксу купить хавчик в галларию за скотчем то я вам пока покажу эту галларию за несколько минут сейчас я переключу на переднюю камеру чтобы увидели ну что уже выезжаю я с Б1 еду еще в один фраг такой еще там куплю журок это такое польское заквас такая национальная польская зупа суп это называется журок на закваше таким хлебным и мы делаем по драгобыску там с яйким с кирбасом с венгелинами с такими копченостями сейчас мы едем еще в один магазин заедем и тогда вот на желтый проскочу быстренько чтобы меня полиция оштрафовала это по поиску мандат чтобы мне не дали мандат вот так сейчас заеду фраг тут по дороге вы если что мне пишите может что такое хотите узнать по Жешеве как здесь приехать как с работой как что-то всегда пожалуйста хочу вам расскажу покажу если кто хочет переехать эмигрировать в Польшу если что пишите мне на мейл с удовольствием всем отвечу вот тут такой стеклянный магазин фраг кролик заедем еще туда это будет потом пойдем в галерию за кролика кролика куплю ему кушать он жрет так много должен быть такой маленький кролик будет быть на на ем так много ест большой кролик то сейчас покажу фраг и идем теперь фраг это почта такая люди приходят туда набирают посылки что покупают через интернет этот фраг еще можем тут купить и уже будет на свободе все такой магазинчик вы покупать вот эти семечки сейчас покажу как этот журик выглядит вот этот журик это такой заквас я беру его всегда три штуки вот журик посмотрю через львовское пиво еще так есть львовок вот здесь квас наш оболой морской пиво есть уже привозят пиво больше магазинах уже украинский товар самые русские с балтика только сейчас не вижу возьму этот львовок пару бутылочек хорошо ну то я уже буду ехать домой уже все закупы разложили дал мареку мареку працую тут работает так что марек все 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 хорошо должен поехать еще в галерею уже сейчас поеду галерею уже и там это куплю кролику кушать кролику 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 баксу кушать это мой ресторанчик небольшой петель и 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 рис и 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 недалеко от Жешево, так что Жешево такой город новый, процветающий, много здесь новых районов настроилось. Больше молодежный город, тут практически все молодые. Потом я вам покажу центр, рынок, там есть еще Миллениум холл, там есть на коньках, потом в центре тоже на коньках и на чертовом колесе можно. Только у меня телефон сел, я не награл вам, а сейчас возвращаемся к этому перекрестку. Заедем в Галарию Жешево, возьмем эту еду для кролика нашего Бакса. Так что если что-то вам нужно, спрашивайте, пишите. Буду вам искренне благодарен за то, что вы поддерживаете. Хочу вам напомнить, что это мой первый влог на русском языке. Так что еще раз извините за мой русский язык. Я вам уже говорил, что он у меня не с родной, так я походу ест со Львова. У меня родной это был украинский и польский язык. На русском языке мы практически во Львове не разговаривали. Да, я понимал, но не разговаривали. До третьего класса мы жили в Трусковце, в городе таком санаторном. Там приезжали с целого Советского Союза. Мой отец был главным врачом там, у него лечились даже космонавты. В свое время сначала возле Трусковца там была Сходница, украинский Схидница. Потом он перешел в Трусковец, в военный санаторий. Он там был главным врачом. Много людей из целого Советского Союза. Из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Грузии, России. И из целого Союза приезжали. Я там слышал. Много было знакомых. Даже из Молдавии. Потом ездили к ним в гости. Ну и язык я-то знал по слуху. Но чтобы так говорить, то у меня практики не было. То, что на уроках учили когда-то в Советском Союзе русский язык. То, что это уже давно было. А так я уже вспоминал, что у меня больше русский я поднатаскал, когда уже в Польше открыл ресторан. И у меня начали клиенты приходить. Развиваю на русском. Тем более у них есть повар с Донецка, Елена. И мы постоянно, я с ней говорю на русском, чтобы этот язык поправить. Это у меня был такой корявый когда-то. Еще больше. Так что извиняюсь еще раз. Это вы видите полиция. Это тайняцы. Такая скрытая полиция. Они когда-то как в Америке ездили на Opel Insignia. Теперь они уже на BMW. Едет машина ничем не привлекательная. А тут потом хопа она тебя как бы записывает. А потом тебе включаются сирены. И это тайняцы. Тайная полиция. И потом штраф тебе. Сейчас мы едем на верхнюю парковку. Вставим машину наверху и поедем к Рылику Баксу за едой. Тут много машин. Что на самом деле. Вот столько. Уже пробка у нас при выезде на парке образовала. Поедем на самую гору. Тут практически мест не будет. Но по последнему тоже всегда есть больше места. Но машин есть очень много. Что такие пробки создались. Я говорю это было 3 дня у нас рождественские выходные. Люди много не затариваются. Это не Украина. Много не затаривают еды. Только так чтобы хватило на 2-3 дня. Потом уже ждут когда уже снова магазины откроются. Тут на празднике все магазины, все супермаркеты закрыты. То не так как на Украине. Не знаю. В России наверное тоже. Все открыто. Тут нет. Тут уже с 24 до обеда и все уже закрыто. Так что потом 24 на 25, с 25 на 26, с 26 на 27, а уже потом уже начинают магазины работать и галерии. А до этого то все закрыто. И так как людям кто уже не так на Украине что в погребах имели свои консервы, тушенки, либо там по коптили. Тут так уже нету, ждут. И вот для этого набралось столько уже машин набралось здесь. Теперь где я встану. Я даже себя не могу представить. Практически мест нету. Где-то надо найти место. Жена мне звонит. Чтобы я не забыл кролику-бальцу купить. Сейчас я жене отзвоню. Мне удалось припарковаться. Сейчас идем в галерию. Практически было невозможно встать. Много людей. Я уже говорил после праздника. Очень много людей. Идем сейчас в галерию. Покажу вам так немножко. Здесь в Польше, я не знаю, как в других странах. Но тут нельзя нагревать. Снимать. Вы мне простите. Мне хочется говорить по-польски. По-польски снимать. Это нагревать. Потому что как бы не закопировать вот эти магазины. Так я был с сестрой в Америке. Там тоже не разрешали. Но снимать. Я не знаю. Там есть такой влогер в Майами. Омега-фем. Или он ходит постоянно. Снимает по магазинам. Как ему это удается. Я не знаю. Ну, я был в Америке 10 лет назад. Точно 5. Там не разрешали. Не знаю, как. Сейчас ко мне подойдут. Скажут, что нельзя снимать, наверное. Да уж. Видели только, что передо мной пришел поляк. Он сказал. Ну, вы же камеры, не камеруй. Ну, тут есть такой закон в Польше как о роду охрана данных. Ну, и он очень тут сейчас такой новый закон, который приняли они. И что охрана своих данных. И как бы нельзя каждый хочет ну, что нельзя снимать. И вот как бы может претензии проставить даже к суду подать. Это новое что-то такое пришло. И вот все так охрана своих данных. Охрана своих данных. Ну, типа этого. так же в самолете. Вот мы летели в Таллинн. Я немножко боюсь летать самолетом. И я там себе трошка для храбрости выпил. ну, на правда имею фобию самолетом летать. Ну, я там вынял немножко начал в самолете снимать. Ко мне подходили два раза сказали, что выслужат не за то, что я там выпил, а то, что я снимаю. Вот это рода такой закон в Польше. храна данных. Вот тут есть вот этот магазин для нашего кролика. Чтоб кушать, ему купить. Я там, наверное, не зайду с камеры. Вот тоже сейчас мне скажут выключить. Вот мне этот мужик поляк перервал. Сказал, чтобы я выключил. Вот я смотрю постоянно, мне нравится Омегафэмили. Я его не знаю. ему рекламу бесплатно делаю. Он для меня есть мастером своего дела. Так что ему удается снимать нормально всюду в Америке. Я был в Коннектикоте возле Нью-Йорка Нью-Бреттон там Hartworth столица Коннектикута потом был там Нью-Йорк Нью-Джерси Бостон Нью-Бреттон Вот там где я не ходил с камерой всюду ко мне подходили уже нельзя за так и в Польше тут подходит охранник если бы увидели что я сейчас стою снимают ко мне обязательно вы подошли ко мне просто поляк подошел говорит вы выключи камеру и не снимай он не хочет чтобы я шел и сзади него снимал также такая ситуация в Польше не знаю как там в других другим удается но я как бы еще первый раз для меня еще я не наловчился так хорошо приятно было это разговаривать иду кролику куплю покушать ну что ребятушки было припарковаться в этой галерии уже шумно пых этих паркингов очень было проблематически как я припарковался но другая ситуация вышла когда я выходил не мог найти свою машину ходил и на втором ярусе припарковал машину всегда ставлю на третьем и по ошибке поехал лифтом на третий и хожу ищу что такое потом опустился на второй и нашел и припомнилась мне одна ситуация когда я был у своей сестры в канактик вот мы поехали к работе она там работает в казино магикансан и там на 5 этажей есть большой паркин тоже поставили играли долго в казино она там показывала мне только приехал в 2005 году ну и вышли немножко податые и ищем эту машину не можем найти ходим как эти глупые она пишет пультом но потом даже я видел как вот эти старшие американцы они ездят на окнах имеются вложенные такие флажки американские сначала я подумал что вы ух вас патриоты все ездят с флажками она говорит уже я лето сестра говорит это они ставят эти старшие американцы для того чтобы просто как он стоит в потоке там на паркингу чтобы флажок это выстает и он тогда видит быстрее что там его машина стоит ну и так в основном все старшие американцы так имеют с этими флажками ездят так само я вижу что нам надо тоже такие флажок носить и ставить когда паркуется в таких больших паркингах ну сейчас я уже выезжаю в конце концов ой заказ въезду не не тут недобре я поехал только на гору а на низ нельзя да что-то я не туда поехал ребятушки должен дать сдать взад потому что не туда еду по поиске дотелу цапнуть а я уже забыл как на русском ждать взад да вот такие пироги вот сейчас езжу и уже тоже забыл как на втором ярусе должен выехать с этого паркинга я уже надо быстрее домой женат звонит уже малый маньян плачет за мной так само кролику надо дать этот корм я что-то не могу понять как я должен выехать здесь что-то я потерялся сейчас надо найти найти выход еще немножко вам поеду по Жашеве покажу вечерний ну не всюду так немножко покажу вам мы сейчас на паркингу едем люди сколько сейчас времени люди уже полвосьмого и люди еще не могут припарковаться а то после трех дней рождественских выходных люди все съели теперь не могут закупиться затариться практически невозможно было припарковаться в паркингу ну сейчас кто-то есть пишет выезд вправо выезд влево наверное сюда поеду тут ближе да а я тут на третьем этаже там в другой стороне выйдет хорошо едем сюда зайдем в шамрой вот выезжаем сейчас выеду вот 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 я умер умер кроме того что там есть ресторан еще есть там квартира саду ресторану еще там земля есть 10 соток там такая старая поляки называют Каменица это старый такой дом еще в австрийске как говорят у нас в Моглобе вот а другой дом квартиру я имею в горах 25 смотря как ехать 30 до 25 километров от Жешева какой дорогой ехать я конечно еду той коротшей дорогой хотя там нету автострады но она немножко короче на 9 километров сейчас выглядит Жешева говорил же в Жешеве есть такой город компактный компактный 220 тысяч населения сюда с событием и на Украине много народу за этих 5 лет переехало много украинцев здесь если когда-то подчас независимости Украины было украинцев 55 или 54 миллиона человек а в Польше было каких-то 33 или 34 миллиона то все теперь наоборот теперь уже в Польше 55 или 56 миллионов в Украине никто даже перепис не делал и наверное что это будет как когда-то в Польше много-много людей за этих я уже говорил что я первую свою квартиру в горах купил в 2003 году в 2003 году а уже в 2005 этот ресторан тоже сзади там квартира другая еще есть так что она постоянной основе я начал уже так бы с выездом жить 2010 еще в 2005 году я на 4 года поездил с сестрой к Америку сестра просила приедь в зеленую карту все права имел все ездил так 4 года по полгода там полгода здесь 4 года жил на 3 на 3 страны Украина Польша и Америка ну потом я увидел что мне там как бы некомфортно в Америке потому что языка я не знал мне тогда было 35 лет уже как бы языка не знаю как бы мне моя жена была здесь трудно было ее вытянуть в Америку как бы а тут в Польше я уже имел квартиру имел этот ресторанчик другую квартиру потом докупил в 6 году так что я посмотрел а еще тогда начался в Америке кризис 2006 2007 2008 годов там был ужасный кризис я там как бы зарабатывал 100 долларов в день в Америке надо мной 100 долларов было очень сильно попахать под 12 13 часов доезжать к работам там далеко там едешь по 100 200 километров встаешь в 5 часов утра приезжаешь в 8 вечера 9 а если зимой ты едешь за теми не приезжаешь такая ситуация что-то мне там не понравилось сестра переживал не хотелось чтобы я выезжал но я говорил нет мне лучше в Польше как бы Польша для меня роднее страна вообще я уже говорил что мы поляки с любого по национальности по маме я есть поляк а по отцу у меня корни фамилия Бениф это спелунгуется по украински как Бениф по российски Бениф ну и по родному болгарски твердо Бенф так что у меня отец Балканец болгар его мать не мать а бабушка по маме линии была итальянка так что у меня балканско итальянские корни по отцу а по маме я шляхтич в Польске прапрабавца была Катажина Островская в обвозе Львовском повед Жукевский и совы с Кощею вон там они имели свою пощадность такую были большие паны шляхточи были и в 39 году прапрабабушка Катажина Островская выехала своими сестрами кузынами на Шленск перед как должны были вступить освободители НКВД и это все прочее ну как бы бабушка моя Марья осталась с матерью Доминикой а прапрабавцу выехала ну и Доминикой и бабушку и дедушка загребли они поехали коротать на высылку в Сибирь в Сибирь это было сейчас помню как это я вот это недавно был пожар в этом супермаркете немного детей сгорело в Сибири выпало мне с головы Кемерово Кемерово Кемеровская область там они были высланы а потом как пришел Хрущев они выпустили из Сибири только сразу во Львов не можно было возвращаться и они еще 10 лет должны были такую срок прожить на полудне на юге Украины они возле Николаева там колхоз Шевченко ну и там моей бабушке сестра замуж вышла осталась там у меня кузины два брата кузины остались и они там имею родственников в Николаеве когда-то в молодости там ездили к ним на арбузы болгарский перец потом уже позарастали каждый начал заниматься своими делами на арбузы я переехал в Польшу потому что мне я больше был моих всех родственников наиболее 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 у меня там бабушка дедушка больше рассказали о этой истории я поднимал активные документы я к ним ездил в село возле Львова так что потом как в 2000 году уже можно было католическое церковь открылось бабушку возил там в Куликове в Повяче Жукевским костел изучили открываться и бабушка там ездила бабушку постоянно возила в воскресенье в Куликове на месы вот эти католические ну и потом бабушка как перед смертью она заказала чтобы ее похороны были только римно-католикским мишенником Сюнзом я исполнил ее желание и так ее похоронил она сказала мне чтобы я выезжал с детьми и всема в Польшу так как уже в Львове не вернется польское государство чтобы я жил нормальной своей отчизне в Польше с детьми чтобы было для них больше перспективы и я так собрал документы архивы и подался и так достал я в Польше карту резидента карту часового побыту потом столого побыту а потом гражданство как особо походжение по конституции РП как бы в 2007 я уже имел гражданство больше как особо которое мое походжение по-русски не знаю как сказать что я национальности поляк вернулся как бы на земле на земле айчевские очистки и так мы начали здесь жить женой жена тоже есть полячка по отцу жены моей родственники разные есть по матери она имеет тоже бабушка ее с Киргизстана город мой лесай а дедушка по маме украинец а по отцу моей жены так там поляки она тоже подняла архивы польских документов и тоже это уже там в Карпатах туркинский район там при самой границе с Польшей в Рублевске и Баберске и тоже были шляплечи родицы и так мы переехали в Большу сейчас я уже возвращаюсь домой еще как выйду на горку хочу вам зазнять как наверху в горы как бы будем сейчас выезжать увидите как с высоты Жашев выглядел сейчас я подъеду там и вы увидите ну вот я поднялся сейчас на первую гору на Жашев хочу вам показать как это все выглядит так я каждый день езжу домой тут такой элитный район дорога Жашев внизу и тут вот такая дорога вот ясная пока ясную поехал вот такой вид с горы Жашев как снег начал мести я говорю это праздники рождественские уже по праздниках рождественских но зато еще впереди новый год так что будет со снегом ну и на Украине будет со снегом на украинской рождественской снег по понемножку на украинской и на украинской и до Сюда Еще ездит Городской автобус Под его конечное Здесь Так что Если что Пишите Что надо вам узнать О городе Жешев Он тут От границы Не целых 100 километров От Краконца Так что Хороший молодой город Перспективный Потом покажу Какие тут есть районы Их оседли Какие дома Пишите Что хотите увидеть О Жешеве В его окрестностях Какие то вопросы Спрашивайте Что вам Может Что Записать Какой фильм Какие Интересуют вопросы Так что Я буду Отключаться Дорога Немножко Такая Тяжелая Надо Ехать Смотреть В оба Так что Спасибо за Сегодняшний день Как я говорю Это был у меня Дебют Первый Такой Влог На русском языке Так что Еще раз Прошу Извините Меня За этот Корявый Обтесанный Акцент Буду поправляться Стараться Мы должны Как говорил Украинский Паэр Шевченко Чужого Научаться И своего Не цураться Так что Буду Больше Работать На произношениях Так что Спасибо Сегодня Что были Со мной Всего доброго До новых встреч Если кому-то Понравилось Прошу Ставить Лайки Подписываться Дать мне шанс Ну Если кто-то Считает Что нет Тогда Извините Не заходите Ко мне Ну Буду Постоянно Совершенствоваться Лучше Снимать Лучше Это все Делать Так что Спасибо вам До новых встреч До свидания Па-па-па-па До новых встреч